Кремль 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 Пешком. Здесь, на небольшом отрезке, между Моросейкой и Мясницкой, 200 лет назад на каждом углу звучала армянская речь. Любопытно, что центром, вокруг которого сложился армянский район, стала церковь. Она была песчинкой, которая привела к образованию жемчужины. Первая армянская церковь в честь Успения Богородицы была построена на окраине, в районе нынешней Пресни, но основные-то ее прихожане жили в центре. И вот уважаемый армянский предприниматель Аванес Лазарев просит разрешения императрицы построить новую церковь. Екатерина Великая разрешение дала, и здесь, в Столбовом переулке, в 1779 году, была возведена церковь в честь Святого Креста Сурбхач, Креста Воздвиженское, по-нашему. К сожалению, мы можем увидеть ее только на старых фотографиях. Ее снесли в 30-е годы прошлого века. Ну, а вокруг церкви приобретают земли в основном армяне. И с конца 18-го века этот переулок москвичи называют Армянский. В этом переулке в 1814 году было поставлено здание для армянского училища. Его строил Иаким Лазарев на деньги, завещанный его братом Аванесом. Со временем училище получило права гимназии, а затем стало высшим учебным заведением – Лазаревским институтом восточных языков. Здесь были гимназические и высшие специальные классы, программа которых приравнивалась к программе восточного факультета университета. Училище всегда носило имя Лазаревых, и представители этой фамилии всегда возглавляли попечительский совет. Особенно много армян было в подготовительных классах. Там на деньги основателей учились дети из бедных семей. А вот в высшие специальные поступали представители всех национальностей на общих основаниях. В Лазаревском училище несколько лет провели Иван и Николай Тургеневы. Его окончил сын основателя театрального музея Юрий Бахрушин и знаменитый антрепренер Корж. А вот Лорис Меликов был из училища за недостойное поведение и исключен. Благодаря этому стал единым, а со временем шефом жандармов и министром внутренних дел. Кстати, во время Крымской войны знания нескольких восточных языков, которые он изучал здесь, помогли ему возглавить команду охотников. Так в старину называли разведчиков. Кто был автором этого интересного здания, неизвестно. Строительство вел Простаков при участии архитектора Подьячева. Оба они крепостные Лазаревых. А уж были ли они авторами проекта или только исполнителями, неясно. Здание окружает изящная решетка. Здесь вообще много кованых и литых металлических деталей, сделанных на собственных уральских заводах Лазаревых. Во двор ведут ворота с фигурами львов на пилонах. После революции Лазаревский институт объединили с Московским институтом Востоковедения. А это здание передали правительству Армении. И здесь был Дом культуры Советской Армении. А сейчас посольство Республики Армения. Посередине парадного двора стоит мраморный обелиск 1822 года, украшенный четырьмя барельефами. Это изображение попечителей и основателей Лазаревского училища, членов семейства Лазаревых. Здесь также мраморные доски со стихами поэта Мерзлякова. Смотрите. От древня племени Армении рожденной, России матерью благой усыновленной. Богатый армянин Лазарь Лазарян перебрался в Россию из Персии в 18 веке. Став владельцем нескольких крупных предприятий, он получил дворянское достоинство. А его сын Аванес Лазарев был придворным ювелиром. Именно он привез Екатерине самый большой в мире бриллиант, граф Орлов, 189 карат. Как раз по завещанию этого Аванеса, пережившего трагедию, он рано потерял сына и построил его брат Иаким армянское училище. Благодаря Лазаревым в Москве появился еще один важный городской объект. В старину у нас хоронили возле церквей. И только после чумы 1772 года московские власти устроили специальные кладбища. Среди вновь учрежденных оказалось и Ваганьковское кладбище. Я вам рассказывал о братьях Аванесе и Акиме Лазаревых. Так вот, их третий брат Минас приобрел землю на Ваганьковском кладбище для устройства отдельного участка для захоронения армян. В 1815 году на армянском кладбище была построена вот эта церковь. Сурб-Арутюн. Святого Воскресения. Видите, здесь нет колокольни. Российские власти сдержанно относились к строительству инославных церквей. И в Москве колокольный звон армянам разрешили только в 1865 году. Кладбищенской церкви колокольню так и не пристроили. На этом кладбище похоронены сами Лазаревы. Из наиболее интересных и известных надгробий вот эта работа скульптора Андреева на могиле известнейшего предпринимателя и театрального мецената Николая Тарасова, застрелившегося в 28 лет. Правда, оригинальная скульптура исчезла. И только голова Тарасова оказалась в музее МХАТа. То, что мы с вами сейчас видим, это точная копия Андреевской работы, установленной на том же самом месте в 1991 году. Много армян похоронено и на основной территории кладбища. Я когда бываю здесь, то обязательно подхожу к могиле грустного клоуна Леонида Янгибуарова. Смотрите, какой интересный памятник. Я видел этого мимо только в записи, но и так его работы потрясают. Ну, подробно о Ваганьковском кладбище мы поговорим в одной из следующих передач. «Москва. Мемориальная». Когда мы осматривали Лазаревский институт, советник посольства Армении спросил меня, а вы знаете, что памятник русско-армянской дружбе стоит на Красной площади? Удивлены. Весь мир знает собор Василия Блаженного. Многие из вас помнят, что его официальное название – Покровский собор. И он поставлен в честь победы над Казанским ханством. Собор был задуман, как пучок самостоятельных столпообразных церквей. Одна в центре, четыре по сторонам света и еще четыре по диагонали. Престольный праздник каждой должен был выпадать на значимое событие Казанской войны. В центре – Покровская церковь. Покрова Богородицы празднуют 1 октября. В этот день был начат последний штурм Казани. Северный предел посвящен мученикам Киприану и Иустини. В их день, 2 октября, Казань пала. А северо-западная церковь собора освящена в честь преподобного Григория Армянского. Его память отмечают 30 сентября. В этот день, в 1552 году, из-под копа Тихой Сапой была взорвана главная башня, преграждавшая путь в столицу Казанского ханства. Так что видите, церковь Григория Армянского стоит на Красной площади. Это самый почитаемый в Армении святой. Он обратил в христианство армянского царя и все государство. Стал первым католикосом. Основал Эчмиадзинский монастырь, духовный центр Армении. И сама армянская апостольская церковь называется Григорианской. В честь него. Сейчас мы увидим необычный дом. Его подстроил самый известный армянский архитектор 20 века Таманян. В 1913 году на Новинском бульваре для князя Щербатова. В Москве сто лет назад жилые дома могли быть двух типов. Это или особняк, дом на одну семью на своем участке, или многоквартирный доходный дом, где квартиры хозяин сдает. Но в данном случае заказчик был гордецом, потомком славного дворянского рода, но живущий в купеческой Москве. И архитектор Таманян объединил два типа здания. Смотрите, компоновка, как у классической усадьбы. В центре парадный двор, по сторонам симметричные флигели. И декорировано здание элементами классической ордерной архитектуры. Первые три этажа предназначались под сдачу. И на эту коммерческую базу Таманян поставил типичный особняк. Итак, дом князя Щербатова приподнят на последний этаж. Он выделен колоннадой, открытыми лоджиями. Естественно, был отдельный вход, а внутри – анфилада парадных, комнат, танцевальный зал, великолепная отделка. Получился первый российский пентхаус. Здание было признано лучшим домом года, а Таманян через год получил звание академика. Но он больше известен не своими московскими постройками, а как строитель советского Еревана. В 1924 году Зочи создает новый план города и возводит несколько величественных зданий, во многом определивших облик советского Еревана. В тех постройках дом правительства, дом оперы и балета, так же, как и здесь, в доме князя Щербатова, Таманян использовал любимый неоклассический стиль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во время наших прошлых прогулок мы периодически говорили о московских армянах, не акцентируя внимание на их национальности. В Камергерском переулке осматривали дом купца Леонозова. На Арбате – театр имени Вахтангова. Кстати, там же стоит памятник о Куджаве, работы скульптора Франгуляна. А вот следующая московская работа Франгуляна – это памятник композитору Араму Хачатуряну. Он стоит в Брюсовом переулке в сквере, прямо перед домом композиторов, где наверху была квартира Хачатуряна. Про скульптора Франгуляна говорят, что он первый в Советском Союзе начал самостоятельно во дворе своей мастерской отливать монументальные бронзовые скульптуры, не обращаясь за помощью в государственные художественные комбинаты. Для меня этот памятник состоит из двух частей. Фигура композитора – она сделана мастерски. Посмотрите, как энергично вылеплено лицо из склада инструментов. Франгулян не удержался от соблазна показать все инструменты, которые звучали в произведениях композитора. Здесь есть трубы органа, взметнувшиеся, как крылья, рояль, на который как бы присел маэстро. Ну, кстати, дети любят такие памятники. Их можно долго рассматривать. Армянские архитекторы, скульпторы работали на улицах Москвы. Но публика помнит не их и не композиторов, а, конечно, прежде всего, артистов. Есть уникальный армянский актер. Я думаю, вы уже догадались. Его коллега Гафт как-то пошутил. Гораздо меньше на земле армян, чем в фильмах, где сыграл Джигарханян. А это действительно самый востребованный советский артист. В его багаже более 250 кино и телеработ. Ну, кто-то видел Джигарханяна на сцене. Мне повезло. Но в основном его помнят по фильмам. Как он хорош в «Собаке на сене». Мести встречи изменить нельзя. Тегеране 43. А штабс-капитан Овечкин. Да что перечислять. Джигарханяна знают и помнят все. В 1996 году знаменитый артист на базе своего вгиковского курса создал театр. Сначала он назывался чуть-чуть по-хулигански. Театр Д. Затем, более академично, театр под руководством Армена Джигарханяна. С 2002 года труппа играет здесь, в здании бывшего кинотеатра «Прогресс». Посмотрите. Этот дом построен в 1958 году группой архитекторов Тельманом, Новиковым и Покровским. Это характерная черта советского периода. Групповые проекты. Также символ времени – типовые решения. По этому проекту в Москве были построены три кинотеатра. «Прогресс», «Ленинград» и «Рассвет». Ну, а символ нашего времени – передача кинозалов, театров. Отдельно стоящая коробочка. Тонкий козырек. Из украшений – только ряд круглых окошек под крышей. И узор из диагональных сдвоенных линий. Просто, изящно, функционально. Так начали строить именно в конце 50-х годов, вернувшись к находкам конструктивизма. А внутри – зал на полторы тысячи мест. Неплохо для молодого театра. Центральная армянская церковь в армянском переулке была уничтожена советской властью. В Новой России было решено предоставить армянской общине место на Олимпийском проспекте для строительства нового соборного комплекса. Комплекс заложен в 1996 году. А закончен совсем недавно. Так что мы с вами – одни из первых паломников. Весь комплекс называется «Сурб-Хач» – «Святой Крест». В центре высится величественный храм в честь преображения Господня. Вот эта площадь немножечко приподнята над уровнем улицы. И уже с этой площадки вверх возносится собор, сложенный по классическим канонам армянской архитектуры. Его венчает традиционный конусообразный купол. Это вариант крестово-купольного храма. Из стен с трех сторон выступают граненые апсиды. Центральный купол, характерный для Армении формы граненого шатра. Все детали устремлены вверх. Вытянутые арки, щелевидные окна, купола разной величины. Это делает храм выше и стройнее. Ведь его пропорции близки к квадрату. Ширина 40 метров, высота 50. Но компактная форма, ступенчатый силуэт и вытянутые детали делают его визуально намного выше. На фасадах торжество разноцветного вулканического туфа. Это традиционный для Армении отделочный, или, как говорят строители, стеновой материал. И не только из-за своего насыщенного оранжевого, фиолетового, пурпурного цвета. Туф мягкий и легко обрабатывается обычной пилой или топором. Он легкий, это все-таки вулканическая пена, и морозоустойчивый. Туфом выложен легендарный Ичмиадзинский монастырь. А в Москве кинотеатр Ереван. Но это москвичи помнят. Мало кто знает, что здание Центросоюза на Мясницкой, сделанное лекербюзье, тоже облицовано армянским коричневато-фиолетовым туфом. Туф специально не подобран по цвету и производит впечатление мозаики. Это сделано осознанно, чтобы напомнить об армянских храмах 4-6 веков, сложенных из разноцветных камней. Из традиционных элементов здесь также богато оформленные порталы и оконные проемы. Прекрасные резчики по камню армяне не могли не украсить свой центральный собор. Посмотрите, здесь просто ковры крестов, цветов, птиц. Есть изображение святых, церкви и, конечно, хачкары. Хачкар – это расцветающий узором крест, вписанный в прямоугольник. Хач – по-армянски крест. Кар – камень. Получается камень-крест. Хачкары стоят всюду, где жили или живут армяне. Самый древний из найденных датирован 9 веком. Искусство резчика состоит в том, чтобы, взяв традиционную форму, заново осмыслить классический орнамент. Несколько лет назад искусство вырезания хачкаров ЮНЕСКО признало шедевром мирового культурного наследия. Церковь внутри кажется почти круглой. Она очень просторная, рассчитана на тысячу верующих и необыкновенно светлая. Неужели столько света пропускают эти вроде бы узкие окна? Под ними ряды свечей. Нет, конечно, это лампочки. Их лучи отражает полированный камень стен. Церковь и снаружи, и внутри выложена натуральным камнем. государство Армения переживало разные периоды в своей истории. Ты видела всех жизнелюбцев, всех казнелюбивых владык. Ее территорию захватывали, делили. Многие армяне живут вдали от исторической родины. Но все они сохраняют свою культуру и язык. В память об этом в открытой нише Георгиевской часовне на стеле вырезаны буквы армянского алфавита, созданного в пятом веке новой эры. Как люб мне язык твой зловещий, твои молодые гроба, где буквы кузнечные клещи. И каждое слово скоба. Раздвинь осмигранные плечи мужицких бычачьих церквей. В очах потухающей речи открой мне дорогу скорей. Багряные уни и ани натуга великих родов обратно под своды гортани рванулась упряжка быков. Это черновик стихотворения Мандельштама об Армении. В соседние ниши теми же буквами вырезана молитва Отче Наш. Армянская апостольская церковь одна из древнейших на земле. А Армения первое государство официально принявшее христианство в самом начале 4 века новой эры. Чтобы осмотреть все армянские объекты Москвы понадобится не одна передача. Ведь есть еще работы скульптора Меркурова театр советской армии Зодчего Алабяна. Да и во всех знаковых постройках Пасохина Высотки на Кудринском Новом Арбате здание СФ кинотеатре Октябрь с автором был архитектор Мадаянц. Память об армяных предпринимателях хранят районы Леонозово и Джамгаровка. А советские деятели Микояны создавали конструкторские бюро и предприятия легкой промышленности. Видите, как много представителей древней Армении сделали для Москвы. А закончить нашу прогулку я хотел возле не очень известного памятника. Он стоит в сквере перед Никитскими воротами. Такой подарок получила Москва на день города в 1997 году от правительства Армении и армянской общины. Авторы композиции, скульпторы Сагаяны назвали свою работу Единый Крест. Это две прильнувшие друг другу женские фигуры с крестом посередине. А официальное название памятника благословенно в веках дружба России и Армении. До встречи через неделю. Но уже в другой Москве. Пешком. Пешком. Продолжение следует...